Грядущую осенью и единым днём голосования определено воскресенье 9 сентября. В этот день на территории страны будут избраны депутаты различных уровней и десятки губернаторов. Соответственно, россиян ждут тысячи избирательных компаний, миллионы бюллетеней и много-много тонн агитпродукции, которые различные кандидаты вот-вот начнут заполнять почтовые ящики жителей во всех уголках Российской Федерации. В 22 субъектах изберут высших должностных лиц, в 16 субъектах замещаются мандаты на выборах в законодательные органы местного самоуправления и почти 3000 – это выборы в органы местного самоуправления. В семи округах будут избирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Один из семи этих округов расположен в Тверской области, его номер 180 и называется он «Заволжский». В 2016 году депутатом Государственной Думы здесь был избран Владимир Васильев, но затем он покинул стены парламента, отправившись по поручению президента управлять Республикой Дагестан. С тех пор депутатский мандат по Заволжскому округу считается вакантным. Всего, как известно, в Тверском регионе два избирательных округа по выборам депутатов Государственной Думы. По 179 округу действующим депутатам остается Светлана Максимова. Таким образом, голосовать за преемника Владимира Васильева будет половина Тверской области. Примечательно, что географический округ номер 180 расположен так, что занимает не только половину области, но и половину самой Твери. Проще говоря, 9 сентября на выборы пойдет лишь часть тверетян. Формула в данном случае очень проста. Если вы зарегистрированы на территории Заволжского района, следовательно, вы будете голосовать. За депутата и участвовать в выборах. Если вы проживаете на территории Центрального, Московского или Пролетарского, в этот раз вы можете не ходить на избирательные участки, потому что на вашей территории избирательная кампания не проводится. Примечательно, что по такому же принципу пройдет голосование и в Калининском районе, где к 180 округу относится лишь половина территории. А в общей сложности в выборах нового депутата Государственной Думы, кроме половины тверетян, поучаствуют жители 27 муниципальных образований. Город Ржев, город Торжок, город Вышневолочок, наш Осташковский городской округ, два зато озерный и солнечный, а также следующие районы. Андреапольский, Бельский, Балаговский, Вышневолодский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кувшиновский, Лихославский, Нелидовский, Оленинский, Пеновский, Ржевский, Сележаровский, Спировский, Старицкий, Торжокский, Торопецкий и Фировские районы нашей области. Кто будет голосовать, разобрались. Осталось определиться за кого. Изначально о своих намерениях стать депутатами Государственной Думы по 180-му Заволжскому избирательному округу заявили семь кандидатов. Шестерых из них выдвинули политические партии, а еще один решил действовать как самовыдвиженец. Именно самовыдвиженец в итоге и отсеялся. Он не представил необходимые документы для регистрации. По какой причине история умалчивает? Возможно, он попросту не сумел собрать необходимые 17 с лишним тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры. А вот шестерым представителям от партии удостоверения участников битвы за заветный мандат уже выданы. На сегодняшний день у нас зарегистрированы, называю, в порядке регистрации, хронологии порядка регистрации. Гришин Александр Алексеевич, выдвинутый партией пенсионеров. Булатов Леонид Николаевич, выдвинутый политической партией ЛДПР, соответственно. Соловьев Вадим Георгиевич, выдвинутый политической партией РФ, Юровский Сергей Алексеевич, выдвинутый партией Справедливая Россия, Клеменов Илья Юрьевич, выдвинутый коммунистической партией Коммунисты России и Веременко Сергей Алексеевич, выдвинутый Российской политической партией Единая Россия. По словам председателя обл. избиркома Валентины Дроновой, на сегодняшний день комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня с перечисленными шестью кандидатами. Печатать бюллетени планируют начать уже на следующей неделе.